как бы мы позиционируем 50 дней это уже возможность уборки его самые ранние сроки были случаи когда сорок пять сорок семь дней уже фермеры понятно что это не не такой большой это для свежего рынка для самой ранней коррупции или под огород или даже там есть курица или даже рассады действия уже больше и больше буряк очень хорошо развивается на рассаду если кто хочет поиграться с ранней продукцией, плюс еще поиграть то есть именно у нас сразу рассады? в кассеты, посев в кассеты, в вкусную кассету не пропустить, не потянуть его высадка, ну смысл тогда уже идут укрытия, чтобы еще сроки вытянуть и он очень хорошо скажем так, мы тут ориентируемся на своих конкурентов Бэя самый ранний вобен, на 10 дней как минимум за по ранней спелости раньше бывает бывали на 2 недели, именно в раннем сегменте он на сегодняшний день самый ранний плюс дальше его особенность, если уже ориентироваться не на раннюю продукцию, а на более позднюю или даже продукцию для хранения, то летом он где-то там в районе 80 дней плюс-минус там дней 5 может быть достигать товарной продукции мощный листовой операций, сильная корневая система и в конце июля высев очень хорошо лежит но в конце тут ремарочка, если там это тут в зависимости от региона если центральная Украина, ну позже 10 июля и юг до 25 июля можно на юг до конца июля свободно разливает и наступает там более поздним игридам чем у него универсальность еще, такие поздние сроки позволяют выращивать на поле 2 каких-то культуры например, там ранняя капуста или там какая-то другая ранняя продукция или зимний лук, ну по лук, просто по практике я говорю и потом уже убирается первая продукция и фирмы получают фактические броневые пивысы или вторая культура, или бывают случаи, когда там пересел какой-то форс-мажор или пересел с лук до самых поздних сроков с ним можно зайти за средину лета и получить все равно буряк, которые будут лежать и производиться очень хорошо ну вот это фотографии, все фотографии именно по сверме все фотографии с поля, непосредственно с производства видите, грубый, идеальный, а вот такая кожица небольшая точка прикрепления, что очень важно при уборке но в то же время сильная листовая масса что позволяет убирать его как в ручном, так и комбайном как в морковном и комбайном, который выдергивает его за мясо точно вот тоже фотография, очень хорошая внутренняя структура без белых колец, но тоже ж как бы кольца могут быть даже в этой нашей свекле могут быть кольца это или стресс, когда очень твердая земля или очень плохо обработанное поле он растет не в оптимальных условиях плюс еще в комплексе большие дозы азотных могут быть удобрений ну то есть причины большие дозы азотных удобрений на фоне калиевого голодания то есть неправильной технологией можно испортить даже очень хорошие регулины а дней сколько, допустим, от посева до схода? от схода считается потому что если у вас весна у вас будет не меньше двух недель сходить если это лето там пять дней достаточно в ранние сроки от сходов до уборки ранней продукции в районе 50 дней может быть 45 может быть 55 скажем так в районе 50 дней там тоже зависит есть солнце, нет солнца но какие-то условия в среднем 50 дней если это лето это 80 может быть чуть больше 90 дней это позднее посева мы его ну скажем так июньские посевы в принципе это или самый ранний или пересевы или вторая культура самые позднее возможные посевы плюс отдельно по ранним срокам ну именно по срокам как бы буря считается ранней яровой культурой или сроки агротехнические с выходом в поле ну так называемые если это без укрытия без других но практика показывает надо смещаться вот эти сроки которые наступают скажем так физиологически к ним надо 2 недели добавлять всегда все-таки почва холодная и тот который вы посеете сразу и через 2 недели то что через 2 недели он обонит то есть по буряку надо всегда ну примерно 2 недели все-таки пусть почва созреет более он добудет растения но он все равно будет такой замыченный несчастный и ему надо температуру чтобы он быстро пошел температура